Богдан Долинцы, эксперт по вопросам развития авиационного рынка, член Общественного совета Госавиаслужбы к нам присоединяется. Богдан, здравствуйте. Здравствуйте. Что известно о том, что собирается конкретно обсуждать Туск с премьером Британии и генсеком НАТО? Что означает защита воздушного пространства Польши? О чем конкретно может идти речь? Туск акцентировал свое внимание на железном куполе, на этой системе. Может ли он планировать создание такой системы для Польши? Ну, смотрите, в первую очередь, если смотреть на железный купол, необходимо понимать, что все-таки это не панацея. Потому что система противовоздушной обороны, она все-таки строится эшелонированной. И для противодействия разным типам целей с разными характеристиками в разных зонах ответственности необходимо иметь свои системы. И железный купол – это один из элементов, которые использует Израиль для защиты своей территории от возможных ракетных ударов. Кроме того, если мы говорим про систему железный купол, то в первую очередь она разрабатывалась как раз для противодействия так называемым неуправляемым ракетам с небольшим радиусом действия, который составляет от 50, в некоторых случаях до 200 километров. Такая система, скорее всего, будет малоэффективна против ракет так называемых тактических. Это в первую очередь большинство тех ракет, которые использует Российская Федерация против Украины. С другой стороны, если говорить именно о построении такой системы в Европе, то необходимо понимать, что все-таки на сегодняшний день ни одна страна мира не имеет такого количества необходимых систем противовоздушной обороны, чтобы на 100% закрыть все свое пространство. Поэтому появление, условно говоря, инициативы для того, чтобы создать единую систему противовоздушной обороны над небом Европы, это достаточно интересное решение. О нем не ранее говорили, но, по крайней мере, на сегодняшний день это еще не создано. Потому что есть много вопросов, связанных как раз с так называемыми трансграничными атаками. Это когда то или иное вооружение вражеской стороны использует, условно говоря, приграничные территории. Мы это часто видели, когда Российская Федерация запускала ракеты, например, по линии границы между Украиной и Молдовой, когда она запускала ракеты между Украиной и Польшей. Тогда возникает очень большое количество организационных вопросов, кто имеет право сбивать такие ракеты, каким образом сбивать и какие риски, что эта ракета, условно говоря, упадет на одну или на другую сторону. Это все вопросы, они не развязаны и не развязаны не только в Украине, они, в принципе, не развязаны в Европе. Соответственно, это создает дополнительные задачи, каким образом увязать, создать эту единую систему для того, чтобы она эффективно принимала решения, для того, чтобы эффективно уничтожала вражеские цели, и разные страны понимали, как их отдельная система противовоздушной обороны должна интегрироваться в единую систему. Есть несколько инициатив защиты неба над Европой, скандинавская, использовать авиацию, единый флот в 250 самолетов и закрыть небо северной Европы. Плюс инициатива Германии, это европейский небесный щит, который предусматривает создание единой системы ПВО для всего восточного фланга НАТО. Что можете сказать об этих двух инициативах? Ну, смотрите, усиление противовоздушной обороны с появлением дополнительных систем — это всегда хорошо, потому что мы говорим о том, что систем, в принципе, никогда не будет достаточно, поэтому необходимо прикрывать, в первую очередь, самые важные объекты. И когда появляется возможность расширить этот перечень систем, то все-таки стоит его расширять. Но мы должны понимать, что 100% закрыть воздушное пространство ни одна страна не сможет, и это будет настолько дорого, что, в принципе, ни одна экономика в мире, наверное, это не вытянет. Даже Соединенные Штаты не имеют такого количества установок ПЭТРО, чтобы на 100% закрыть всю свою территорию. Поэтому все-таки здесь есть ряд ограничений. Использование так называемой авиационной компоненты — это когда авиация является частью системы противовоздушной обороны. Это один из концепций, которые использует НАТО в своей доктрине защиты воздушного пространства. Она как раз позволяет, с одной стороны, закрывать наземными системами объектовыми отдельные критические инфраструктуры или территории, и при этом закрывать всю остальную часть с использованием воздушной компоненты. Но мы должны понимать, что все-таки использование воздушных компонентов тоже имеет ряд ограничений. В первую очередь, это то, что авиационные средства противовоздушной обороны могут уничтожать только дозвуковые цели. Как правило, речь идет о дронах «Камикадзе» и крылатых ракетах, которые летят на небольшой скорости, ну или скорости, которая близка к скорости самолета. Если мы говорим о противодействии баллистическим, аэробаллистическим ракетам, то, к сожалению, воздушные компоненты в этом случае абсолютно на сегодняшний день не способны уничтожать такие цели. И, возможно, в будущем появятся какие-то средства, которые позволят закрыть этот вопрос. Но на сегодняшний день ни одна страна не может перехватывать баллистические, аэробаллистические цели с использованием именно авиационной компоненты. Ну вот если обсуждать вот эти две инициативы, то Украине в них есть место? Может Украина рассчитывать на поддержку, участие, привлечение в эти инициативы или нет? Ну, это сложно ответить, потому что необходимо понимать, какая роль в этом будет Украины. Здесь будет роль с точки зрения как разработчика и поставщика продукции, или здесь речь идет о роли только как потребителя. Если мы говорим только о роли в виде потребителя, то, по крайней мере, на сегодняшний день, сколько я понимаю, не обсуждается поставка таких типов систем в Украину. Вот, с другой стороны, если речь вести о разработчике, то, в целом, Украина тоже имеет ряд своих научных центров, которые в том числе работают над созданием тех или иных систем противовозвучной обороны. Но, к сожалению, мы видим, что пока что каких-то даже финализированных или рабочих образцов, которые стали бы на боевое дежурство, на сегодняшний день мы не имеем. Поэтому, скорее всего, в этой инициативе нас или не пригласят как разработчика, или, по крайней мере, если это и произойдет, то это, наверное, будет немного позже. Во время обстрела 24 марта российская ракета залетела в Польшу на 39 секунд, были подняты истребители, но ракету не сбили. В Польше заявили, что обсуждают возможность сбивать ракеты, которые будут двигаться в сторону Альянса, но это должно происходить с согласия украинской стороны и с учетом международных последствий. Что означает согласие украинской стороны? Разве Украина не согласилась бы? И о каких, я стесняюсь спросить, международных последствиях в этом случае может идти речь? Ну, смотрите, мы уже об этом немножко начали говорить, что на сегодняшний день не урегулирован вопрос, каким образом противодействовать вражеским целям, которые находятся у приграничных территорий. В том числе не урегулирован вопрос, кто и какую ответственность несет в случае падения этой ракеты, против ракеты или каких-то частей, сбитых вражеских целей на территории одной или другой страны. Поэтому для того, чтобы, в принципе, этот подход заработал, необходимо создавать и утверждать соответствующее межгосударственное соглашение, которое будет определять, кто каким образом имеет право эти ракеты уничтожать, на каком расстоянии к границе можно выполнять такие действия, какие последствия или какую ответственность несет та или иная сторона в случае падения этих ракет на жилые районы или в том числе в случае нанесения тех или иных материальных или других последствий. Поэтому эти вопросы не урегулированы. Российская Федерация, по-моему, тут все понятно. Эта страна должна думать о последствиях того, что она делает, запуская ракеты и дроны. Когда дрон падает на территории Румынии, падает ли он, потому что его запуск осуществила Российская Федерация, конкретно, не знаю, ошибившись в точке его прилета, или потому что его сбила украинское ПВО. Украинское ПВО до 24 февраля 2022 года, ну, как бы, не выпускало противовоздушные ракеты просто так, потому что для развлечения. Очевидно, что последствия всего этого — это действия Российской Федерации. Разве нет? Ну, мы понимаем причины, которые к этому приводят, и понимаем сторону, которая несет полную ответственность. Но при этом остается ряд открытых вопросов. Например, если мы говорим перехват вражеских целей, условно говоря, например, ракета, которая летит в западных областях Украины, может ли противовоздушная оборона Польши с использованием установки «Петрио» уничтожать эту ракету на расстоянии 100-150 километров от границы. Вот тут, на самом деле, достаточно большое количество вопросов остается. И в том числе, какие украинские силы противовоздушной обороны, видя в воздушном пространстве, условно говоря, польскую ракету, которая вылетела за более чем 100 километров от установки. А какие нюансы, какие плюсы, минусы, что нужно понимать о том, что могла бы Польша действительно помочь Украине защитить области западной Украины? Да, ну, смотрите, мы видим, что на сегодняшний день идет дискуссия о создании так называемой единого фактической системы противовоздушной обороны над воздушным пространством Европейского Союза. И, в принципе, создание или наложение этой единой системы, в том числе на систему противовоздушной обороны, это тоже является достаточно важным шагом. И если говорить о том, что, в принципе, на сегодняшний день мы видим, что раз есть такие инициативы на территории Европейского Союза между государствами, которые входят в ЕС и НАТО, то, в принципе, с таким же успехом может быть создана необходимая процедура для того, чтобы страны-соседи Украины могли помогать закрывать ту или иную часть воздушного пространства над Украиной. Но для этого все-таки необходимо разработать необходимые процедуры, их отладить, провести соответствующие обучения. И только после этого, в принципе, это возможно делать. Возможно, даже необходима часть персонала, планируя которой обеспечивает координацию и взаимодействие этих систем, украинского, будет передислоцировать временно на территории Польши, которые будут фактически совместно с польскими силами противовоздушной обороны закрывать эту воздушную пространство, и также частично передислоцировать польских военнослужащих на территории Украины, которые будут вместе с украинскими силами противовоздушной обороны на Западной Украине поддерживать эту коммуникацию и это взаимодействие. Украина предоставит дополнительные средства ПВО, и не только Патриот, но и сам ТИ. Те страны, которые не могут дать систему, помогут финансово. Такие результаты заседания Совета Украины-НАТО нет конкретных цифр. Ранее Шольц заявил, что одну установку Патриот передаст Германия, еще шесть нашли. Насколько это усилит защиту украинского неба? Да, смотрите, мы видим о том, что были заявки, что на сегодняшний день Украина нуждается как минимум в восьми дополнительных батареях Патриот, для того, чтобы эффективно закрывать территорию страны, потому что все-таки необходимо различать. Если мы говорим о батарее, то это на самом деле не одна установка, это, как правило, радар и еще от трех до пяти-шести пусковых установок, каждая из которых имеет по четыре противоракеты. И в этом комплексе мы должны понимать, что это достаточно большая группировка, при этом что стоимость фактически одной такой батареи лежит в пределах одного миллиарда долларов. С другой стороны, мы видим, что по количеству тех установок, которые на сегодняшний день есть в Европе, их, к сожалению, не такое большое количество, как бы нам хотелось. Их там немного более, чем несколько десятков единиц. С другой стороны, есть и другие системы, которые тоже не менее эффективны, чем Петерет. Это, например, системы НАСАМС, которые, в принципе, по характеристикам достаточно близки. С другой стороны, если мы говорим о системах, например, САМПТ или АЭРИСТ, то это системы, которые тоже являются достаточно интересными, эффективными, они могут прикрывать те или иные объекты, но они все-таки на сегодняшний день не подтверждены, что могут уничтожать баллистические и аэробаллистические ракеты. А НАСАМС могут? НАСАМС могут так же, как и Петриот. А почему тогда сконцентрировано внимание на Петриотах? Почему тогда Украине не просить больше НАСАМС? Сколько их в Европе есть? Да, ну, смотрите, если мы говорим о Петриот, то должны понимать, что это на сегодняшний день та система, которых произвено большое количество относительно. Вот, с одной стороны. С другой стороны, к ним есть достаточный запас боекомплектов в виде протиракет, которые, в принципе, есть там не только в Соединенных Штатах и в других странах. И производственные мощности, они позволяют продолжать производить как сами установки, так и непосредственно протиракет. Если мы говорим о системе НАСАМС, то это все-таки новая система. Она достаточно популярна в странах Европейской Союзе, но при этом их произведенное количество намного меньше, чем установок Петриот с одной стороны. С другой стороны, скорее всего, есть определенные ограничения по количеству протиракет, которые могут производиться для данной установки. Поэтому тут мы должны понимать, что быстро получить какое-то большое количество этих систем мы не сможем. Кроме того, получив большее количество протисистем данного типа, у нас сразу возникнет вопрос о дефиците ракет к этим установкам. Последний вопрос о ПВО в России. Нам достоверно известно, что снарядами и ракетами Российской Федерации помогают Иран и КНДР. Есть ли страны, которые помогают России конкретно системами ПВО? Или в этом плане Россия справляется с собственными силами? На сегодняшний день нет подтвержденной информации о том, что Россия закупала дополнительные системы противозвучной обороны или хотя бы боекомплекта к ним. С другой стороны, нужно понимать, что, например, тем же установкам С-300 советского производства на складах Российской Федерации долгосрочного хранения в законсервированном виде хранились тысячи ракет такого типа. Если не ошибаюсь, там речь шла о том, что за разными оценками таких противоракет было от 4 до 6 тысяч единиц. Кроме того, их производственные мощности позволяют продолжать производить такие типы противоракет. Богдан, спасибо вам большое, что присоединились. Богдан Долинцы, эксперт по вопросам развития авиационного рынка, член Общественного совета Госавиаслужбы, говорили о том, как Европа думает над тем, чтобы создать эшелонированную воздушную оборону и какая от этого польза Украине. Оперативные новости, эксклюзивные видео с линии фронта. Глубокие аналитические обзоры и только самые авторитетные спикеры. Подписывайтесь на YouTube-канал Freedom, чтобы не пропускать главного.